Всем привет и добро пожаловать на наш канал ARXPLAY это будет наше первое видео вступительное будем проходить игру Dark Souls 2 я уже свое время проходил эту игру поэтому минимум будем тупить и максимум полезной информации давайте начнем сейчас будет вступительный ролик а и 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 Продолжение следует... 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 Также у брони, да, есть бонусы, бонусы от основных характеристик. То есть чем у вас сильнее прокачана физическая защита, тем у вас выше бонус. И бонусы разделяются на классы, то есть A, B, C, D. Нет, сначала вообще идет самый главный класс, это S идет, в самом начале, но он очень редкий показатель, очень редкий. Поэтому, грубо говоря, идет сначала S, потом A, B, C, D, но я потом вам покажу. Не заморачивайся, короче. Потом ученость, сила, ловкость, адаптация, интеллект и вера. В первой клирике, видите, много веры, верующего колдуна, наоборот, много интеллекта. Вот так вот. Так, а потом мы будем играть, да. Вот, например, есть класс нищий, заметил. Вот у всех, видите, есть одежда, там оружие, да. Сет есть, хилка одна, тоже оружие, сет без шлема. Мечник тоже, два оружия, у разбойника топор, и у всех все есть, кроме нищего. Заметьте, нищий, абсолютно ничего у него нет, абсолютно голый. Для чего же сделан этот класс? Он сделан не просто так, чтобы там, для прикола, да, типа, вот мы сделали нищего, давайте посмеемся. Нищий играет роль болванки, не болвана, а болванки, то есть, это как кусок дерева, который нужно обрабатывать под тот вид, да, и класс, который тебе нужен. Заметьте, видите, у него, во-первых, вот я показывал, он 12 левел, у него первый левел, а само собой, с каждым повышением левела, следующий левел будет еще дороже. То есть, например, чтобы повысить левел разбойнику, да, с 11, я даже возьму какого-нибудь другого, вот, чтобы клирику повысить левел с 14 на 15, нам нужно будет примерно 800-900 душ. Чтобы нищему повысить, надо будет примерно 560-600, потому что у него первый левел, он дешевле. И все у него показатели на шестерке стоят, это именно для того, я уже сказал, да, чтобы вы могли развивать нужные вам характеристики. Я думаю взять его, но, заметьте, что им играть будет довольно сложно, будет множество проблем. Сложно будет в начале, видите, у нас нету ни оружия, ни брони, у нас, самое главное, нету ни хилок, и самое главное еще, у нас нету характеристик. То есть, мы, безусловно, потратим больше, чем другие на прокачку. Вы видите, да, сколько у него прокачано. Ну, мы возьмем все-таки нищего, я хочу сыграть по хардкору. Пока я не знаю, какое мы будем брать оружие, через что будем качаться, но знаю точно, через ловкость. Возможно, это будут алибарды, я люблю так играть, да, то есть, я заранее, перед началом игры, сразу решаю, какое у меня будет оружие, какие доспехи будут, тяжелые, легкие, средние. Сейчас мы будем играть через алибарду на ловкость. Идем дальше, класс мы выбрали. Опять же говорю, класс нищий берут только те, кто уже играли и проходили Dark Souls, запомните. То есть, те, у кого есть опыт. Если у вас нет опыта, то, например, берите разбойник, самый оптимальный вариант. В начале игры там еще будет циклоп, за которого дадут 1200 душ. Разбойник его очень легко убивают с помощью лука, просто без проблем. Так что у вас еще, видите, плюсы будут. Не ищем, мы в начале не убьем циклопа никак вообще. Все, выбрали нищий, идем дальше. Заметьте, этот ролик, само собой, он будет больше вступительным, да, потому что, сами понимаете, начальная заставка, да, Собираем класс, потом пока мы дойдем до основной деревни, здесь будет больше вступления. Ну-то, без этого никак. Теперь дальше, дар. Дары здесь все такие, не очень интересные, я бы сказал. Все, что здесь написано, это все находится в игре, это все можно найти. Кольцо жизни, это можно найти. Прибавляет примерно или 20, или 40 хп, зависит от кольца, по-моему, 20 хп. Здесь мы не увидим, да. То есть, кольцо жизни его можно найти, и в начале игры можно найти его, в принципе. Человеческая фигурка, да, я потом про нее расскажу, тоже можно найти ее очень много в игре. Вот это хороший вариант, различные лекарства, да, тем более, при том, что у нас лекарств вообще не будет. Кольцо возвращения тоже, ее можно найти в игре, ее полно, и мы в начале ее тоже найдем. Семья, это, семья дерева гигантов, она нужна для сетевой игры. Кто играл, да, они понимают, о чем я говорю. Когда к вам вторгается фантом, да, красный, то есть враг, на него не агрятся монстры. Давайте дальше я буду называть монстров крипами, да, крипы. Ну, то есть, юниты крипы, вы понимаете, да. То есть, на него не агрятся крипы. Он может спокойно между ними бегать, там, рядом с ними находиться, они ему ничего не делают. Но, если вы используете семья, да, дерева гигантов, то крипы будут агриться на фантома, который вторгнулся. То есть, у него уже будут проблемы большие. Билсоны, видите, плюс от этого и есть. Но, есть вариант, как можно здесь обузить эту семью. Поэтому, в начале брать как дар смысла никакого нету. Да и вообще, в начале это абсолютно бесполезная вещь. Никогда не берите. Уголь вражды нужен, чтобы у определенной локации, да, на которой находится костер, увеличивать сложность. То есть, когда вы используете уголь, еще распавнятся крипы, да, которых вы убили и боссы. То есть, это очень полезная вещь. Ее тоже можно найти, но в начале ее найти будет довольно сложнее, да, нежели потом. Нечнокаменевший, это просто камень, который никак не используется, кроме одной цели. Он обменивается в гнезде. Я вам потом покажу, есть такое гнездо, да, там никого нету, но, по идее, это гнездо ворон, по-моему, или сорок. По-моему, ворон или сорок, но не важно. В этом гнезде вы можете обменивать некоторые вещи на рандомные вещи, да. То есть, вы отдаете, например, этот камень, нечнокаменевший, это камень, вот он, видите, нарисован справа. Булыжник, да. Вы отдаете, и вам рандомно выпадает вещь. Все. А это все зависит от удачи, да. Вам может или выпасть полная чушь, да, ну или, кстати, вот может выпасть вам одна из самых сильных дубин в игре, демоническая. Очень сильная дубинка. Вы с ней можете просто всю игру пройти. Но это если повезет. Теперь, что же нам взять, я вот не знаю, или различные лекарства, потому что нам будет сложно, мы абсолютно голы, без оружия. Там, по идее, дается по 10 единиц. То есть, 10 единиц этого, потом это я не помню, это может быть 5, 5, где-то так. Или взять уголь вражды. Он нам, в принципе, тоже может помочь. Он нам может помочь еще чем? Смотрите, когда мы используем уголь, да, увеличивается сложность, я уже сказал. Еще есть некоторые предметы, которые выпадают, например, из боссов, из других крипов, выпадают только на большие сложности, нежели на обычные сложности. Поэтому тоже очень часто используют уголь, да. Например, есть там босс, который змея, да. У нее отрублена голова. То, короче, то игра, тут понимает, о чем я говорю. Там на ядовитой локации, да. Если вы ее просто убиваете, то вам дают там за нее душу, да. Огромную. Но если вы убиваете ее под сложностью, да. НГ плюс, то есть, нефгейм плюс сложность. Вам еще дадут кольцо. Там, серебряное кольцо со змеей. Короче говоря, плюс 2. Очень хорошее кольцо. Увеличивает количество душ получаемых. Плюс 2, то есть, это самое развитое кольцо. Здесь кольца, видите, могут быть развиты до плюс 2 максимум. То есть, есть обычное кольцо, плюс 1 и плюс 2. Ну, собственно, давайте продолжим. Так. Ладно, возьмем, сделаем так. Нам будет тяжело без лекарства. Возьмем лекарства. Уголь вражды я смогу найти в любом случае. Не проблема. Давайте быстренько соберем класс. Пол я играю только мужским. Я не понимаю мужиков, которые выбирают женский пол. Не понимаю абсолютно этого. Мне кажется, что если ты парень, то играй ты за парня. Правильно? Если девушка, то играй за девушку. Вот телосложение. У нас будет, в первую очередь, лавкач. Поэтому такой, нам не нужен такой большой трусичок. Так, происходящее. Сейчас все быстренько сделаем. Давайте возьмем белого. Случайно, рандомим. Нет. Вот так вот, возьмем вот так. Вот сейчас, 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 быстренько. Хочется более-менее нормальное лицо. Какое-нибудь. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет, это ужас. Ладно, возьмем вот это. Быстренько сделаем прическу. Какая-то нормальная прическа. Вот. Кстати, белое. Я люблю белые волосы. Красиво очень смотрится. Не, это женский. Цвет бровей тоже белый. Так, сейчас, секунду. Да что ж такое? Цвет глаз не важно. Цвет бороды. Нужно собрать персонажа. Все-таки это наше лицо. На долгие годы. Целировка нам не нужна. Так, идем дальше. Еще зайдем сюда вот. Общее. Да, возраст. Да, делаем уже такого старенького. Ну, не скажешь, что он старенький. Ну, гормоны сделаем чисто мужские. Можно, видите, сделать женские. Это вообще будет ужас. Так, мужские гормоны. Это вот лицо у нас квадратное. Да, или какое-то. О, вот так вот сделаем. Типа гном такой будет. Вот жалко, что здесь нельзя рост выбирать. Вот жалко, конечно. Вот, все, готово. Смотрите, как красиво. Очень красиво получилось. Отлично просто. Ну, собственно, все. Закончили мы. С классом идем дальше. Все люди приходят сюда для того, чтобы уничтожить ее. Поехали. 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 Недолго и мучительно. Хотя он честно похож на эльфа. У нас получился эльф. Смотрите, носочек такой длинный. Вот, у нас хорошая ловкость. Видите, уже скорость. Давайте выключим. Можно в игре включить автобег. Это на клавиатуре на X. Можно включить вот так. Чтобы он только ходил пешком. Или чтобы только бегал. Вот так вот. Автобег. Очень удобно. Ну, мы будем без него. Пойдемте возьмем тогда первую плюшку. Это у нас будет человеческая фигурка. В этой игре, да, когда вы умираете, вы теряете, во-первых, души. Внизу справа души. То есть мы ими расплачиваемся. Так. Ну, собственно, все. А, давайте сейчас. Подождите. Я вам еще расскажу про потери души и так далее. Во-первых, делаем так. Мы хотим по хардкору. Начнем с самого начала. Правильно? С самого начала. Начала. Вот, отлично. У нас нет оружия. Я думал, что из-за предзаказа мне дадут оружие. Видите, мне не дали. Это хорошо. Во-первых, выкидываем всю эту чушь. Только хардкор. Все выбрасываем, выбрасываем, выбрасываем. Все. У нас есть только то, что мы выбрали для дара. Все валяется. Идем дальше. Так вот. Когда вы здесь умираете, вы теряете человечность. Внизу справа. Это все подряд. Это и очки опыта. С помощью этой человечности. Ой. С помощью этих душ. Вы поднимаете себе характеристики. И это оплата за товар. За починку и так далее. За все. То есть в этой игре нет денег. Здесь только есть один показатель. Количество душ. И когда вы умираете, вы теряете человечность. То есть вы становитесь полом. Видите, сейчас я человек, да? Если я умру, то я стану опять зомби, да? Вверху слева красная полоска здоровья, зеленая выносливость. То есть вот. Если мы бежим, видите, она тратится. Когда вы умираете, видите, красная полоска у края, да? Такая палочка стоит. Ну, сейчас вам не видно. Но вообще, когда вы умираете, вы теряете максимальный запас здоровья. И когда вы много умираете, 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 максимальный запас может быть аж половина вашего здоровья. Вы не сможете больше отрегенить. Именно поэтому вы используете фигурку человечности. Чтобы опять стать человеком и опять максимальный запас здоровья восстановить. Также в этой игре есть некоторые итемы, да? Например, рука пироманта. Которая работает только, когда вы не человек. То есть когда вы полый. Даже боли. Чем вы сильнее полый, тем сильнее работает эта рука. То есть здесь, я уже сказал, да? Максимально полым можно быть на половину своего здоровья. То есть там уже меньше, не опускаясь за полоса. Все, вот у нас первый костер. Зажигаем. Костры нужны, во-первых, чтобы использовать ящик. Туда можно складывать свои итемы. Также можно использовать горение, да? Например, кидать, я уже говорил, уголь, да? Чтобы в этой локации вокруг костра, да? Враги становились сильнее. Также можно телепортироваться. То есть перемещаться с одного костра на другой костер. Ну что, давайте приступим. Пока мы начнем, да, с рукопашки. Ну, я думаю, нет смысла спрашивать, почему. Потому что у нас ничего нету. Мы абсолютно голые. У нас вообще ни одного итема нету. Душа пропавшего мертвеца и факел. Факел в этой игре, в принципе, они не так сильно нужны. Не так сильно. Еще заметьте, да? Вот важная особенность, что факелы в этой игре, они стыкуются в общее количество времени. Вот смотрите, я нажимаю, вот он факел, 5 минут. То есть если я зажгу факел, он будет работать 5 минут. Когда я нахожу новый факел, к этим 5 минутам прибавляется еще 5 минут. И так будет всю игру. То есть время будет только суммироваться. Факелы купить нигде нельзя, это самое главное. Поэтому их нужно экономить. Они в игре нужны очень редко, но они сильно нужны на некоторых локациях. Есть локации, где очень темно. Заметьте, да? Вот сейчас мы находимся на обучаемой локации. То есть здесь у нас тренировка проходит. Именно поэтому из монстров здесь ничего не выпадывает. Никогда. Ну видите, вот пока все скромненько. Вот так ручками бьем, 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 бьем. Все, вот эти столбы это подсказки по управлению, но нам это не надо. Опа, опа. Можно сделать гораздо удачнее, да? Со спины взять, захватить его. Ох, вот видите, уже ударили меня. Поэтому сейчас мы поставим на быстрый слот хилки. Вот я правильно сказал, да? 10-3. Угу. Вот так вот. Это у нас лечит яд. Отличная тема. Но это нам сейчас не нужна была. Вначале это бесполезно. Все, бежим дальше. Так, по идее мы скоро... О! Нет, не получилось. Не на ту нажал. А, вот все, все. Вот. Это сильный удар. Он делается со спины врага. То есть любому врагу практически это можно сделать. Но кроме каких-нибудь гигантских врагов. То есть ему тому нельзя сделать, циклоп. Я называю его циклоп. Но он называется по-другому. Типа бегемот. Я не помню как. Циклоп, потому что у него один глаз. У него один шоколадный глаз. Так, находим мы первое оружие наше. Это у нас кинжал. Еще заметим минус, когда вы играете за нищего. Вы видели, что у нас все характеристики на шестерке стоят. Поэтому вначале мы практически никакого оружия не сможем брать. Кроме кинжала, понимаете? То есть не забывайте, что оружие в этой игре еще и ломается. У нас тоже будет с этим проблема. Что оружие будет ломаться, а нам нечего будет брать. У нас не хватает характеристик. Ой, ну да. Вот так. Оп. 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 Уже, конечно, гораздо лучше. С маленьким кинжалчиком. Давай, давай, давай. Все, бежим, 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 бежим. Нам, в принципе, торопиться некуда. Самое главное, это получать удовольствие от игры. Я уже проходил, так что ничего нового я не увижу. О, видите, как больно. Неприятно. Надо бьют неприятно. Давайте попробуем одной рукой. Вот. Одной рукой мне больше нравится. Двумя руками он как-то медленнее бьет. Ну что ж, давайте похилимся немножко. В идеале, на этой локации мне не хочется погибать ни разу. Вот, мы как раз подошли к гнезду. Я говорил, да, что здесь рандомно выпадают вещи. Например, вот. Видите, да? Шелковиста. То есть мы можем или кинуть шелковистый камень, мы его подбираем в самом начале. Я показывал, когда мы еще... Перед тем, как выбирали класс. Или ту окаменевшую нечто, да? Кстати, вот эту вот окаменевшую нечто тоже потом можно будет легко его фармить. Давайте выкинем, да? Шанс, что что-нибудь выпадет хорошее, минимально. Просто минимально. Ну, выпала душа. В принципе, для нашего героя это очень хорошо, потому что... Не забывайте, что у нас только первый левел, грубо говоря. Первый левел. Поэтому нам нужны души. Вот еще душа. Видите, когда мы находим души, они у нас кладутся в рюкзак. Вот они. Потом мы их можем активировать. Они будут вот сюда вот, в общее количество душ собираться. О, как я плохо прыгнул. Да, господа, очень плохо прыгнул. Ну, такое тоже бывает. Это почему так произошло? Потому что, видите, мы без доспехов, и у него очень хорошая скорость. Я много раз замечал. Поэтому, видите, когда он прыгает, он еще крутится. Ну, ничего страшного не произошло. Пока мы походим таким страшненьким, ничего страшного. Смотри, какая красота. Ничего страшного не произошло. Пойдемте дальше. Обязательно нужно поднять нам свою душу. Если мы сейчас еще раз умрем, да, на этой локации, то предыдущая душа, вот эта вот зеленая, она исчезнет. Видите, у нас внизу справа ноль душ. А, кстати, да, появляются все враги опять. Давайте быстренько пройдем тогда. В принципе, здесь даже есть плюс. Плюс в том, да, что мы получим побольше опыта, нежели мы просто бы прошли с первого раза. А опыт нам нужен будет. Ну, вы видели, что меня никто не убивал, да, я просто случайно упал. Такое бывает. Кстати, в этой игре, поверьте, вы будете очень часто падать. Очень часто. Здесь очень сильный акцент на это сделан. Оп, 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 на. Так. Само собой, предметы опять не появятся. Появляются именно крипы, монстры. Давай, оп, опа. Ну. Так, видите, выносливость потратили. Восстановили выносливость и пошли дальше бить. Этот мужик чем-то похож на девушку со спины, если посмотреть. Так. Все, почти подошли. Ну, 190 душ, конечно, это вообще не что. Это просто мелочи. Ох, больно как. Да, 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 больно. Ой, больно. Так, выносливость, выносливость. Не хочет умирать, видите, не хочет. Так, вот куда мы упали, да. Во-первых, нам нужно спустить лестницу. Мы забыли это сделать. Чтоб потом можно было подниматься в это гнездо. Так, теперь очень аккуратно подходим. Берем наши души. Очень аккуратно спрыгиваем. Вот. Это другое дело. И продолжаем. Так, наши следующие цели. Вот у него тоже ножичек. Но, к сожалению, не выпадает. Посмотрите, видите, как я уже оружие, да, испортил. Посмотрите. Прочность очень сильно падает в этой игре. Очень сильно прочность падает. Так, аккуратненько подходим. Берем. Янтарная трава, в принципе, нам сейчас не нужна. Сколько я помню, она нужна, чтобы восстанавливать выносливость. Так, нужно как можно быстрее сейчас пройти обучение. Здесь, в принципе, ничего интересного нет. Давайте скушаем. На всякий случай, мало ли, что будет внизу. Опа. Опа, опа. О, видите, сразу побежали, побежали. Сразу пятером на одного. Так, осторожненько, осторожненько. Не хватает выносливости. Все, отлично. Все, двоих. Порешали двоих, все хорошо. Но у нас большая проблема именно с ножичком. Он уже скоро сломается. Очень скоро. Очень скоро. Скорее всего, нам придется даже опять кулаками драться. Кстати, в этой игре, как вы уже заметили, есть прочность. Вот вы видите, да? Внизу слева ножичек и снизу красная полоса. Но если эта прочность пропадет, да? То есть вы потратите эту прочность и сломаете все же оружие. Это будет очень плохо. Чинить оружие довольно дорого. И сейчас мы не сможем починить. Нам нужен кузнец. А до него тоже еще далеко. Поэтому сейчас самое главное не сломать мой кинжал. Давайте опускаем дерево. Попадает в меня. Это тоже нормально. Опа. Попал. Смотрите, даже прыжки попало. Вот. Под угрозой поломки. Поэтому мы убираем. Все, нам больше нечем драться. Смотрите. Это очень плохо. Тем более сейчас такой плохой момент, да? Когда нужно будет нам прыгать. Ну, мы хотели хардкор. Будем по хардкору. Давайте хилимся. Все, похилились. Прыгаем. Поднимаемся. О, как больно. Ой, как больно, да. Опа. 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 Так, все. Можно вернуться и побить их. Как вариант. Но есть шанс, что нас убьют. Тем более без оружия. Это не очень будет честно. Так. Ой, как больно. Ой. Ну, вы видите, да? Какой дамаг вносят. Какой дамаг. Ой, какой дамаг. Не, давайте лучше потом это сделаем. Вы видите, да? Нас сейчас просто убьют. Не забывайте, что мы играем за нищего. Поэтому посрали таких бомжей. Просто уходим. Нам они абсолютно не нужны. Нам выгоднее, что быстрее дойти до конца. Так, надо еще одного убить. Дойти до костра. Там починить оружие. Молодец. Не хватает, видите, дамага. Не хватает. Так, все хорошо. Бежим. Все, прошли мы обучение. Сейчас самое главное не упасть в дыру. И все будет хорошо. Опс. Видите, бегают белые. Это просто фантомы. Это другие игроки. Но они появляются так. На мгновение. То есть от них никого толку нет. Ну все, собственно. Выходим мы из обучающей локации. Сейчас видите, появляются надписи, которые могут оставлять любые игроки. Можно оставлять максимум 10 надписей. В разных местах. Призрачная стена. Ну, здесь нету призрачной стены. В этой игре много очень секретов. Есть призрачные стены. То есть это когда обычная стенка с виду. Но если, например, к ней подойти и активировать, то там открывается проход. Это вот очень интересно. Так. Все, давайте возьмем тогда мы плюшки все. Что у нас здесь? Небесное благословение. Ничего полезного. И вот тут у нас есть секретик. Надо очень аккуратно, потому что опять может упасть, перевернуться. Так. И вот так. Тут будет оружие, да, и колокольчик. В основном это нужно для клирика, да. Но нам это вообще никак не поможет. Ну и бинокль есть тоже бесполезный. Кстати, есть такой вид у бинокля баг, да. С помощью бинокля можно очень сильно ускоряться. И проходить сквозь текстуры. Но это... Боже уже читерство. Само собой мы это не будем использовать никогда. Все. Сели мы за костер. Кстати, когда вот теряется прочность у оружия, возле костра можно ее восстановить. Но, если вы сломали оружие, вы видите, что я его не сломал. У меня просто прочность упала. Если вы сломали, то я уже говорил, что надо будет только идти и чинить его у кузнеца. Кстати, очень мало надписей. Где-то надписи. Может быть, интернет лагает. Ну что ж, все. Первое дело мы свое сделали. Мы пришли в деревню, да. Это, опять же, я уже говорил, основа выпуска в чем? Это начальная заставка, там вся эта долгая заставка. Выбор класса. И сейчас нам нужно будет поговорить со всеми людьми в деревне. Все. Потом диалогов будет очень мало. Вы не думайте, что там каждый выпуск мы будем бесконечно говорить. Там с кем-нибудь. Нет. Вот. Это вот главная наша героиня, да. Вот. Мы видим ее лицо. Видите, как она смотрит. Симпатичная девушка. Видите, симпатичная, да. Она, короче, может нам поднимать уровень. Только она и может стать. Я больше никто не может, только я помню. Также она даст нам флягу. Вот, дала нам флягу. Эта фляга позволяет нам хилиться, и при этом эта фляга постоянно заряжается от костра. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, вот надписи, видите, правильно я говорил, да, что интернет лгал, ну вот Уязвимость, простор Так, ну-ка Кстати, да, я сейчас забыл сказать, что у костра можно составлять заклинания Славоклад Так, подождите Такое ощущение, что это я писал, по-моему, в прошлый раз, а может нет Или я писал похожее сообщение, тоже где-то рядом оставлял А может это мое, ну я не помню, но не важно Так, ну что у нас есть, собственно говоря У нас есть только одно оружие А, вот мы еще нашли, да Но мы молотом играть не будем Мы будем играть алибарда Я хочу алибарда Мне очень нравится это оружие И скорость нравится Так, колец у нас нету Вот, дали нам флягу Да, нужно поставить флягу Давайте сразу все удалим Пока у фляги только один заряд Но потом будем находить мы куски И будем собирать А, да, и само собой Нужно сейчас все души Давайте тогда мы возьмем Используем все души Давайте посмотрим, что у нас еще есть Ну, фляга, я уже сказал, да Восстанавливает здоровье Флягу можно улучшать То есть она будет больше восстанавливать здоровье, да Также можно улучшать ее заряды То есть количество зарядов Пока у нас только один заряд Ну, она сама автоматом наполняется у костра Это очень хорошо То есть это, грубо говоря, бесконечный хил Потом у нас есть человеческая фигурка Я уже сказал для чего, да Мы можем сейчас ее использовать Но пока смысла нету Мы очень мало потеряли человечность Да, очень мало Потом самоцвет жизни Это хилка маленькая Хилка средняя Хилка большая Потом янтарная трава Восстанавливает заряды заклинания Да, но мы не используем заклинания Ядовитый мох, я уже говорил Лечит отравление Очень полезная вещь Есть локация, да Везде яд Вот это самый оптимальный вариант Да, вот ядовитый мох очень помогает Небесное благословение Да, полностью вылечивает Снимает эффекты Знак тьмы Это, короче говоря Телепортирует вас к последнему костру При этом вы теряете все свои души Вообще это на крайняк нужно использовать Потому что есть аналог, да Косточка возвращения Там она просто телепортирует При этом вы ничего не теряете вовсе Ржавая монетка увеличивает вашу удачу Например, это нужно, когда вы Стараетесь найти какой-нибудь редкий предмет Это когда убиваете кого-нибудь Там крипа, да И чтобы из него выпал Какой-нибудь редкий предмет Там редкое оружие и так далее Надо использовать такие монетки Или монетка полезная У того гнезда, где мы были То есть где просили Это шелковый камень Да, шелковистый камень Тоже вот Когда вы скушаете монетки Ну, что он там делает Кушает их, не знаю, что он там делает Когда вы используете монетки Да у вас увеличивается удача И есть шанс, что что-нибудь выпадет Такое редкое Потом Красное Око Ну, видите, да Что вторгнутся в иные миры То есть Мы можем вторгнуться к другому участнику В виде красного фантома И мы сможем убить этого участника И он сможет убить нас Черный кристалл разделения Гнез фантом Так, вот это вот я не помню Дальше посмотрим А, ну понятно Когда, например, вы вызываете фантомов Чтобы вам помогли другие участники Вы можете, видите, отправить их в любой момент Обратно в их мир Или, например, когда вас кто-то вызвал Фантомом Чтобы вы помогли там пройти босса Да, вы можете тоже использовать И автоматом, короче, пойти В свой мир Ну и кость порядка, да Тоже не знаю, что это такое Не знаю Честно говоря, я еще ни разу не видел Чтобы это кто-нибудь использовал Видимо, это нужно Когда вы откуда-то уходите Нечестным путем Когда там отсоединяется от игры Вам, наверное, штраф дают И эта косточка снимает штраф Я не знаю Вообще говоря, это в игре В принципе, мне еще ни разу не пригодилось Ну, собственно Давайте посмотрим Что у нас там по времени Время у нас еще есть Немножко Давайте тогда еще пообщаемся Да, с НПК Нам в любом случае Надо бы со всеми общаться И еще заметить В этой игре особенность такая Что нужно постоянно Разговаривать с людьми И не просто разговаривать Да А развивать диалоги То есть Доставать их постоянно И как ты Я потерял все И теперь я здесь И сейчас я здесь Ты наверное слышал Что это возможно Это возможно Смерть Смерть Здесь Ну Это Не правда Смерть 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Соб校аем нажал keyed Субтитры сделал DimaTorzok Соб crewed DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Однако алкогла DimaTorzok Eeveh Субтитры сделал DimaTorzok Эта скид guard DimaTorzok Заметьте, что я буду стараться делать Все выпуски по часу Я думаю, это самый оптимальный вариант Все-таки игра тоже, она не маленькая, она большая Может быть, в идеале уложится как-нибудь Выпусков 30, посмотрим Сейчас соберем все самое полезное Так, самосовет жизни Пригодится И уже у нас пройдет время Пройдет уже часик Потом здесь у нас тоже есть Клан Кабинант Я же сказал, что будем называть кланом Это гладиаторы, да? Но если мы в него ступим, то у нас увеличится Сложность игры Я пока этого не хочу, нам и так будет сложно Вы видите, что я вообще голый абсолютно Куда еще сложнее Так И да, и здесь еще вначале у нас О, а если мы сделаем таким образом Можно-то скинуть бочку Главное мне туда не упасть Не навернуться О, можно В самом начале мы уже сразу же возьмем Осколок, да И проапгрейдим нашу флягу Забрать предмет Здесь живет человек Потом мы возьмем ключ И пойдем к нему домой Давайте сейчас быстренько сходим к продавцу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Тот кузнец, да, который мы сейчас были до этого Он продает оружие А этот кузнец, он продает доспехи Вот вы видите, да Еще заметим особенность Что когда вы покупаете на определенную сумму у продавцов У кузнеца Ну, кузнеца мы не будем считать У этого продавца, там еще у других То они могут или вам дать подарок, да Или увеличить свой ассортимент То есть, если, например, мы у этого купим за 1500 что-нибудь Например, вот этот вот доспех И когда мы придем в следующий раз, да, когда мы обновим костер Не забывайте, что когда мы используем костер Вся локация обновляется И все там враги Все заново появляется Когда мы используем костер и все обновится, да То у него уже будут еще новые доспехи Уже будут Все Давайте сейчас мы возьмем еще одну плюшку Все, я понял Ничего нам полезного он больше не скажет Просто видите, они стараются рассказать свою биографию Уже спереди Видите, очень многие оставляют сообщения Которые абсолютно никак Не знаю Не ценятся То есть, никакого смысла не имеют Написано уже спереди Это неправда, понимаете То есть, это сообщение, оно неправдивое Это обычный сундук Здесь никакого лжеца нету Так, берем Осколок Титанита Он нам нужен, чтобы Апгрейдить оружие и доспехи Ну, собственно, и все Давайте тогда уже будем подводить итог И заканчивать эту игру Этот выпуск Я постараюсь сразу делать несколько выпусков Чтобы ежедневно заливать новые выпуски Так, ну все Мы пришли в деревню Со всеми поговорили Уже можно спокойно идти дальше В замок Все Так что Все основы мы сделали Очень много времени мы потратили на что? В первую очередь На начальную заставку Я вам еще вначале объяснял про класс Но это надо было все равно сделать Потом потратили время На разговор с другими НПК Но Потом, я уже говорил Это будет гораздо реже Потом мы будем чисто уже играть Играть, играть У нас уже есть 3700 Это примерно сколько? Примерно около 7 левелов Мы можем поднять То есть 7 характеристик капнуть 7 раз Но пока я думаю Этого делать мы не будем Потому что Я хочу сначала купить Алибарду Она продается у него Купим Алибарду Потом Но это будет уже в следующем выпуске Ну и само собой Будем после каждого выпуска С вами прощаться Вот он дал приветствие нам Вот Я буду вас приветствовать так Долгое приветствую Обращаться буду так Ну-ка Если сделать Поменять И вот так вот поставить Вот Помахать вот так Вот да Это мне нравится Пока мы будем зомби Да Уже потом Восстановим человечность Потому что Пока мы слабенькие Нас еще будут убивать 100% Ну что давайте До следующего выпуска Субтитры создавал DimaTorzok